У нас в студии Елена Панкова, логопед, дефектолог медицинского центра «Невродом». Елена, здравствуйте. Здравствуйте. А вот кажется, что работа с дефектами речи – это, в общем-то, в основном работа с детьми. Детей водят к логопеду, да. А бывают ли у вас взрослые пациенты, взрослые клиенты, которые приходят и говорят, вот там, картавлю или заикаюсь, помогите с этим справиться, ну, если уже человеку не три года, да, там, не знаю, 20, 30, 40, да даже и больше лет. Бывает такое? Да, такое бывает достаточно часто. Вообще вот эта область работы со взрослыми, она на самом деле очень большая. Это кажется, что это детский специалист. Это совсем не детский специалист, это где-то 50% детей, а 50% мы работаем со взрослыми. Самая большая категория, конечно, которая обращается, вынуждена обращаться к логопеду, это люди после инсультов, после травм, после ДТП. Ну, это такая отдельная большая тема. Да, я думаю, что мы как-нибудь обязательно про это поговорим отдельно. Это вынужденное обращение. Потом есть еще категория людей, которые обращаются после вмешательства какого-то оперативного или какого-то в ротовую полость. Например, проведена была какая-то операция, после этого нужно либо разрабатывать заново вот эти органы артикуляции, либо улучшать качество речи, либо даже такие есть варианты, когда люди ставят брекеты, и ортодонт их отправляют к логопеду, потому что вся эта работа будет на смарку, если они не обратятся к специалисту и не исправят... Все очень связано. Все очень взаимосвязано. То есть это, если вам ортодонт сказал, сходите, значит сходите, иначе все эти деньги будут выкинуты зря. Рядом специалисты рассказывают, что мы поставили брекеты, мы там за три года все сделали, а человек не избавился от своей вредной привычки, которая у него была, он даже не понимал, что это нужно сделать. И через год он приходит, а у него там все опять на месте, и можно хоть заново начинать эту работу. Так что это такие моменты, которым люди не уделяют должного внимания, а они на самом деле очень важны. А вот, Елена, вы встречались с таким мнением, что вот, например, если у человека есть какой-то там дефект речи, он говорит, да вот не буду я исправлять, это будет моя изюминка. И может быть, правда не исправлять? Или все-таки вот вы на позиции, что все-таки стоит этим заняться, и все-таки стоит приводить в порядок это все? Знаете, почему я на позиции, что стоит этим заняться? Потому что в жизни у любого человека может возникнуть настолько непредвиденная ситуация, к которой он не был готов, и когда этот дефект не позволит ему получить повышение, выйти на какой-то новый уровень по работе, даже просто получить любимую работу. Например, к нам пришел мальчик 17 лет, ну это можно, взрослый считается, который пошел поступать на пилота в летное училище, а его не взяли, потому что он картавит. То есть мама думала, что это изюминка, но подумаешь, а что такого? А он профессию не сможет получить теперь из-за того, что неисправлен вовремя дефект речи. Ну да, и я вот здесь соглашусь с вами, потому что мне кажется, что даже когда вот слышишь красивую ровную речь, мне кажется, это даже человек как-то больше к себе располагает, и мне кажется, у него больше шансов как-то и впечатления произвести, и знакомства, и друзья, как-то он, наверное, привлекает к себе больше внимания. Хотя, возможно, с этим можно и поспорить, но мы все-таки за то, чтобы с этим работать. Да, мы за то. Елена, вот скажите, пожалуйста, если взрослый человек пришел, да, и если мы сейчас не говорим про заболевания, да, или про оперативное вмешательство, а если вот у него это тянется с детства, можно ли с этим что-то сделать вот уже в более зрелом старшем возрасте? Если у человека нет серьезной физиологической какой-то проблемы, физиологического дефекта вот какого-то, знаете, бывает там, допустим, очень мелкий язык или очень крупный, или, ну, то есть какая-то конкретно тяжелая физиологическое какое-то нарушение, сделать можно в любом возрасте и все, что угодно. Можно исправить дефекты речи, можно исправить качество речи, потому что вы не представляете, какие бывают ситуации, приходил, допустим, священник и говорит, я должен читать проповеди, а у меня тихий голос и невнятная речь. То есть не обязательно, там, картавость, а просто улучшить качество речи. Это возможно, но это просто требует гораздо больших усилий, чем в детском возрасте. Больше усилий? Казалось бы, уже взрослые более сознательны, детей же нужно там, не знаю, заставлять делать какие-то упражнения, как-то их вот учить, а взрослый, он же такой, ну, осознанно, я же хочу, или все равно сложнее? Сложнее, потому что, знаете как, тут прежде всего, как я всегда объясняю взрослым, если у вас есть мотивация, вот просто железная мотивация, вы все можете. А если это так, ну, можно попробовать, могу не попробовать. Вы знаете, как бывает со взрослым? Вот он приходит, я говорю, нужно делать упражнения. Он делает эти упражнения неделю, а потом он просто искренне забывает сделать это упражнение. Он один раз забыл, второй, а это невозможно без постоянной, постоянной работы. То есть всегда, когда приходит, там, приходит парень молодой, я рэпер, я рэпер, мне нужно исправить мои дефекты, эчи, да, вот. Я говорю, ну, если ты готов работать, давай, значит, нужно поработать. То есть это требует гораздо большего времени. Это связано с тем, что, понимаете, ребенку лет до 5-6, ему, в принципе, все равно, как говорить. Вот он говорит неправильно, у него есть нарушение звукопроизношения. Мы ему показываем правильно, за месяц-два он способен выработать новую привычку. Когда человек уже 30-40 лет говорил неправильно, выработка новой привычки занимает очень долгое время. Я всегда объясняю человеку, я могу вам это рэй сделать, там, за неделю, допустим, если у вас все хорошо, нет никаких нарушений. Либо мы проведем логопедический массаж 10 сеансов, мы улучшим вас, там, мы артикуляруем моторику. Я могу вам в этом помочь. У вас звук, у вас будет. Но насколько вы сможете ввести его в речь и закрепить эту новую привычку, это зависит только от вас. То есть получается, если взрослый человек хочет с этим поработать, нужно настроиться на такую регулярную, усердную, ежедневную работу, которая, может быть, не будет занимать часы, она может занимать всего несколько минут, но постоянно, регулярно и вот с таким усилием воли получается так. Но если люди ставят перед тобой такую задачу, а есть такие вот, как раз, которые лет в 20-25 приходят люди, даже молодые, вы не представляете, какая обида звучит на родителей, которые говорят, почему они в детстве не отвели меня к специалисту. То есть мама думала, ой, это наша изюминка, да, подумаешь, да ладно. А вот этот человек приходит, и он настолько обижен, потому что у него внутри сидит такой комплекс, который он, пока вот он это не исправит, он не может вот спокойно общаться, он не может публично выступать, допустим, он стесняется публично выступать. Даже с незнакомыми людьми он может стесняться, говорить, потому что человеку кажется, что это небольшой дефект, а внутренний, вот сам носитель этого дефекта, ему кажется, что, боже мой, как ужасно я говорю, это же все так слышат, это всем так заметно. И вот такие люди, они мотивированы, которые действительно хотят что-то сделать, и с такими людьми работать, конечно же, можно, нужно, и пусть они приходят, в этом ничего страшного нет. И заметка родителям, да, у которых маленькие дети, если вы слышите какое-то нарушение звукопроизношения, да, если там, не дай бог, заикание или картавость или какие-то другие вещи, пожалуйста, не оставляйте это, да, не оставляйте на самотек, что само исправится или ребенок сам решит, когда станет взрослым. Видите, он решит, но будет сложнее избавляться от этих, так сказать, ну, таких дефектов речи. Ну, судя по всем, положительные примеры есть, да, есть? Конечно, положительные примеры есть. Самые, говорю, положительные примеры, это когда человек очень мотивирован. То есть это не баловство, не такая неблажь, а вот для него это прям важно, что вот если он не исправит этот дефект, он условно не получит повышения, он... Или приходит даже вот начальник, который говорит, я веду совещание, меня зовут там на приемы куда-то в правительство, а я не могу нормально говорить. То есть это люди, такие люди очень хорошо мотивированы, они настроены на работу, и, конечно, у них, да, у них есть положительные примеры. Елена, понятно, что мы не можем дать там универсальные советы сейчас для всех, потому что и сложности у всех разные, там, да, и звуковые нарушения могут быть разными. И тем не менее, вот можете ли вы дать какое-то, не знаю, такое, может быть, простое упражнение или какой-то простой, ну, совет, какую-то рекомендацию, которая бы, ну, помогла не только тем, кто вот, у кого есть какие-то проблемы, да, кто вроде как хорошо говорит, да, но кому хочется речь свою улучшать. Вот есть какое-то такое вот упражнение? Ну, универсальных нет, универсальных нет. Есть просто, если набрать в интернете артикуляционная гимнастика, на ютюбе есть масса упражнений, но видите, в чем дело? На каждое нарушение существует своя отдельная специализация. То есть лучше все-таки прийти к специалисту, который определит, что конкретно у вас. Либо он вам скажет, все, вот с вашим дефектом, допустим, ничего нельзя сделать, ну, по причине физиологических каких-то, ну, вот все, вы тогда закрываете для себя этот вопрос. Либо специалист говорит, артикуляционный массаж, все, 10 сеансов у вас это пройдет, допустим. Либо даже скороговорки, ведь они же бывают разные, да, на разные звуки, на разный ритм. На разные, и тем более, знаете, когда вот человек начинает, я делаю упражнения, я говорю, покажите, как вы делаете, а он их делает неправильно. Я говорю, вы можете хоть сто раз их сделать, хоть тысячу, они вам не помогут, потому что вы их выполняете неправильно, не так, как нужно. И если вот я вам покажу, как правильно, тогда результат будет. То есть это тоже много значит. Вот, еще один очень важный момент усердия и такой индивидуальный подход. Индивидуальный подход, да. Все-таки очень важно, если вы хотите, ну, как-то поработать, да, то все-таки лучше обратиться к специалисту, который бы понял причины ваших трудностей и тогда уже какую-то вам наметил программу. Да, хотя бы направил, не обязательно, допустим, долго ходить к этому, но он хотя бы объяснит вам, что делать и как правильно это делать. Это наша задача. Ирина, спасибо вам огромное. Я надеюсь, что мы с вами мотивировали наших зрителей, тех, у кого есть какие-то сложности, кто сомневается, как-то работать с этим или не работать. Конечно, мы за чистую, грамотную, хорошей речи. Если у вас есть такая возможность, пожалуйста, занимайтесь, говорите хорошо, красиво, чисто. И есть специалисты, которые в этом вам, конечно, могут помочь. В студии у нас была Елена Панкова, логопед, дефектолог медицинского центра «Невродом».